Здравствуйте, мои дорогие и любимые! Меня зовут Наталья Родонская, я специалист по отношению мужчин и женщин, знаток тайных знаков, снов, эзотерики, магии. Все, что с этим связано, но магией не занимаюсь, просто я могу вам сегодня рассказать, как определить, есть ли на вас порча. Порча – это черная магия, воздействие магическое, например, порча на смерть, на безденежье, закрытие финансовых потоков, чтобы у вас не было денег, когда вам переворачивают все дела, рассорки, разлука, отворот, приворот, порча на одиночество и так далее. Порча – разнообразное количество. И сегодня я в этом видео хотела бы рассказать, как диагностировать на себе магию. Лично у меня три метода. Первый метод – это по жизненным обстоятельствам, второй метод – это по тайным знакам, которые посылает нам Вселенная, и третий метод – по снам. Первый метод – по жизненным обстоятельствам. Им поделится моя подруга-целительница Татьяна, она сейчас вам расскажет. Внимание на экран. Когда есть порча, сразу все резко, они рушатся. Оно рушится постепенно, то есть на протяжении какого-то времени. То есть начинается с мелких неприятностей все. Одно, второе, третье, пятое, десятое. Человек вроде бы как бы с ними справляется. Потом начинаются более такие глобальные проблемы. Человек тоже пытается с ними справиться, тоже бывает справляется. Но однажды он заходит в тупик. И когда он заходит в тупик, тогда он начинает искать выход. Второй метод лично от меня – как определить, что на вас порча. Машины ездят. Я просто нахожусь на Крещатике, на главной улице столицы Украины, города Киева. И поэтому здесь шумно, но зато красиво. Итак, второй метод – как определить, что на вас порча. Какие-то тайные знаки. Например, что-то вы нечаянно роняете. Моя клиентка купила себе кофе, нашла с этим стаканчиком, он у нее упал и перевернулся. Я говорю, ну что ж, моя дорогая, вам перевернули все дела, чтобы у вас было все наоборот. Так и вышло. Когда вот, знаете, свечки переворачивают в церкви, какие-то еще слова заклинательные говорят, то есть вам перевернули все дела полностью. Вот шиворот, ну выворот все стало. Далее. Когда вы спите, кто-то стучит. Стук. Это знак того, что кто-то к вам придет под дом или под дверь и что-то подсыпет. То есть вы знаете, что вы одна либо один, никто не может стучать среди ночи по двери, либо по телевизору, по кровати, но кто-то стучит. Если шаги какие-то слышите, если вы просыпаетесь внезапно, будто вас кто-то разбудил, какие-то голоса потусторонние, вот что-то непонятное, говорить барабашка или полтургейст. Нет. Это все говорит о том, что кто-то вам сделал или сделает магию. Третий метод по снам. Ну, что я могу сказать. Какие сны снятся к тому, что на вас магия? Прежде всего, это черви, личинки, это какие-то страшные пауки, какие-то... Если паук снится просто, это к новостям. А если кто-то страшный, мохнатый, ужасный, это к порче. Также ящерицы, змеи, динозавры, это все тоже к порче. Далее снится к порче еще земля. Не там, где она находится, а, например, дома притрушена земля. Вот вам снится, дома земля, да? Вот, знаете, вам сделали магию. Какие-то, если я не говорила, личинки такие, все противно, такое мелкое, такое слиз, какие-то улитки. Вот это все говорит о том, что на вас уже делается. Лично мне сразу, если на меня кто-то делает, мне снится этот человек часто с червями. Он дает мне червей. И я знаю, что этот человек на меня делает. Мне в ту же ночь снится. Но, слава богу, на меня ничего не действует. Эта порча отлетает этому человеку обратно. Вот. На мне стоит железобетонная защита. Ну, дорогие мои, я надеюсь, что моя передача была вам очень полезна. И ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А с вами была ваша Наташа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok